Чьи лапки, а? Это чьи лапки такие красивые? Твощины. Чьи такие лапки? Чьи? Чьи лапки? Твощины, да? Такие крупненькие. Это моя сладкая. Тюма красивая. А тут кто такой красивый лежит? Катенька. А где Катя на лапке? Катя спрятала свои лапки. Глазки светятся. Чьи такие крупные лапки? Я же не люблю, когда ты лезешь. Чьи такие лапки? А где такие ушки? Давай ушки посмотрим. Чистенькие. Чистенькие. Не любят, потому что лечила ей ушки. Начала вам в одном видео рассказать, так и не договорила. Ее там что-то было немножко такое... Ну, как в ушках чуть-чуть, так как серо. А в норме же нету. Не должно быть. У кошек же нету серы. Ну, соответственно, там что-то, наверное, было, может, этот клещ или... Что у Кати вот ушки всегда чистенькие. Чистенькие, беленькие. У нее были не очень чистенькие. Ушла от мамы. Тоже, давай поиграем с бамбуковой рукой. Ты же любишь бамбуковую руку. Ай-ай-ай, мне ногу царапаешь. Оп. Топ-топ-топ-топ-топ. Ай! Ай, как она любит эту руку. Топ-топ-топ-топ. Сколько лет этой руки о бамбуку я даже уже не помню. Из Сочи привезла я ее. Такая удобная чесалочка. Особенно в моем случае аллергию мою раздирать. Так. Котик. Это моя чистенькая девочка. А эта хулиганка дерется с бамбуковой рукой. Топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Миленькие мои, захожу в комнату и увижу такую картину. Вот видите, это следы преступника. Следы идут, идут, идут. И на мамину место увалилась. Да как увалилась, посмотрите. И на подголовку положила лапку. Ой, ты моя маленькая. Спугнула мама. И вот так моя красопята спит. Ты моя красивая. Ой, я сладко. Разбудила тебя, мама. Следы преступника. Попалась? А где вторая? Сейчас пойдем искать вторую. Не, мы вторую не нашли. Она под кроватью спряталась. Потому что это здесь развалилось. Хозяйка Медной горы. Ты моя сладкая. Мама, я ей ушки вылечила. Я вам обещала показать. Чем я ей вылечила ушки. Сейчас покажу. Я заказывала на Валберес. Я не знаю, я не брала у нее сосков. Просто у нее темная какая-то. Из одного ушка выходила. Потом она начала чесать. Она боится эту коробочку. Не бойся. Я не буду капать. Все, у тебя ушки чистенькие. Такая вот коробочка. На Валбересе. Если будет вам интересно. Видите, ушка закафает. Если кому-то нужно, вы мне напишите в комментариях. И я вам ссылочку оставлю. Сейчас я открою, покажу. Вот в таком виде. Там пипеточка прям. И сколько чего... На Валбересе написано. Сколько чего капать. Я, в общем-то, много. Я полную пипетку как-то накапала. Она такая вот длинная. Я ее залила. И потом ушко держала. Потерла немножко. Ну, чтобы туда дальше влить. Тут палочки такие еще. Прикладываются они. Деревянные. И ватка на конце. Потом на следующий день я прочистила. Еще больше выходит оттуда. Всякой гадости. Почистила. И так вот несколько раз делала. А сейчас у нее вообще ушки чистейшие. Сначала она, когда видела этот пузыречек. Коробочку. Она пряталась. Потом смотрю. И Катя начала одно ушко чесать. Катя тоже закапала. Потом почистила. Все хорошо. Вот она. На Тумбочку села. И все сидит. Что хотите, со мной это и делайте. А мне надо. Да? Там у мамы водичка. Бутылочка с водичкой стоит. Мама из церкви принесла святую воду. Да, Туфи? Ты моя красивая? Ты моя любимая? Ты моя маленькая? Усатая. Не дала маме тебе поспать. Ну, все, миленькие мои. Все, пока-пока-пока. А Катю мы не нашли. Она, наверное, под кроватью прячется. Миленькие мои, у меня раннее утро. Мне не спится. Это видео уже было готово к загрузке. И вчера у нас случилось ЧП. Я занималась заготовками, выходила в общий коридор за банками, крышками и так далее. Я там свою квартирную дверь распахнула и долго достаточно там ковырялась в коридоре. Я даже внимания не обратила. Как бы мои кошки не выходят в коридор. Они могут посмотреть, но не выходят. Ну, и я занималась своими делами. Потом я все сделала, закрыла дверь и ушла. И как бы все на этом. Но заметила какое-то странное поведение Туси. Она волновалась, она бегала, она прыгала, она выглядывала в окно. Потом, я уже анализируя ситуацию, я поняла, что она пыталась мне сказать о том, что пропала Катя. А я не могу понять. Говорю, что тебе нужно? Она и около меня не сидит. И она и в комнате не лежит. Она и не спит. Она бегает. Она озабоченная, она взволнованная. Ну, не могла я понять, что с ней. Занималась своими делами. Потом сидела за компьютером, за ноутбуком. И вдруг... А, позвонила мне сестричка, мы говорили по телефону, и вдруг у меня стук в дверь. Не звонок, а стук. Для меня это было странно. Потому что, чтобы постучать в дверь, это нужно пройти три двери. До моей двери, чтобы дойти. То есть входная дверь, потом вторая дверь. Первая, значит, кодовый замок. Вторая, домофон, либо ключ. Третья дверь у лифта надо ключом открыть. И только четвертая дверь, дверь в мою квартиру. Я посмотрела в глазок. Смотрю, там стоит парень, сосед, и другая соседка. Разговаривают. И слышу, они что-то обсуждают, и он говорит у другой соседки. Интересно, чё такое чудо природы? Я открываю дверь. Картины Репина приплыли. Сосед мне говорит, а это не ваше чудо природы? Я вижу свою Катю. Она прижалась между их дверью и между их шкафами. Она прижалась к полу. Она практически распласталась, как блин. Она такая испуганная. Когда я открыла дверь, она меня увидела. Говорю, конечно, наша. Говорю, Катя. Она пулей влетела в квартиру. И соседи рассказывают. Другая соседка говорит, вы знаете, достаточно давно. Мы часов в пять пришли. А это было часов в восемь. Мы часов в пять пришли домой. И когда дети мы зашли в коридор и увидели, киса киса к ней, она как зашипит. Я говорю, она у нас социальная. Я говорю, она у нас такая строгая. Она если не знает людей, она не позволит себя погладить. И она начинает защищаться, боится и шипит. Она говорит, мы так любим кошечек, но у нас аллергия. Ну, в общем, у нас, слава богу, все любят кошек. Другой сосед тоже кошечник. Он говорит, я сначала не понял. Смотрю, кошка сидит. Мне, говорит, у меня плохо стало. Сразу подумала о своей, а своя-то дома. Дом закрыт. Боже мой. Я так переволновалась. У нас время уже полпятого. Я не могу заснуть. Вот представляете. Я очень стрессанула. Потом мне сестра позвонила, говорит, кто там стучал в дверь. Я все рассказала. Я говорю, я не могу успокоиться. Она говорит, ну чего ты, уже все прошло, все нормально. Она живая, здорова, она дома. Ну, она, конечно, такая испуганная ходила. Она, глаза еще больше у нее, и такая настороженная, и неразговорчивая. И так минут, наверное, 30-40 она в таком была состоянии. Потом успокоилась. Потом все нормально, она спит. И то все успокоилась. Ну, зато хозяйка не может успокоиться. Вот такое у нас произошло, чипа, миленький мой. Я всем вам желаю хорошего дня. У нас рассвет. Так красиво, так люблю, такая тишина. Москва просыпается потихонечку. Всем, миленький мой, я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. И это мой канал Московский Булы. Всем пока-пока.